Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Все интереснее и интереснее становится жить. Даже не верится, что это все происходит с нами. Но, тем не менее, свет наполняет наши души все больше и больше. Мы открываемся сами. Сегодня вашему вниманию предлагаю тему Гегата, глава 29, появление на свет. Контактер Лия Лемберг, высшие силы Гегата, высшие силы Великие Зодчие, читает Лора. Приветствуем вас, дорогие наши! С вами Гегата и Великие Зодчие, строительная служба Абсолюта. Какое отношение имеет земная богиня Гегата к строительной службе Абсолюта? И что это вообще за служба такая? Строительная служба Абсолюта – это второй созидающий контур творения. Второй, потому что первый контур творения – это изначальный инициирующий импульс. Великие Зодчие – это энергетический контур, который преобразует изначальный, непроявленный импульс творческой воли и проявленность. Великие Зодчие – это творящие руки Бога. И по принципу великого, в малом, в каждом из вас есть точно такой же контур. Это то, что находится между вашей творческой идеей и готовым продуктом. Это то, что наполняет творение между мыслью о пироге и готовым куском пирога на тарелке. Так какое же отношение к этому имеет богиня Гегата? Та, кого вы знаете под этим именем, и является энергией десятой сферы или измерения, говоря вашими понятиями. Гегата представляет вашу планету на том великом собрании, которое вы могли бы назвать советом материнских миров. Гегата и Гая – это два аспекта, неразрывно связанных между собой и ответственных за детей Земли, за вас, дорогие наши. Гая представляет интересы первых трех сфер развития планетарной матрицы Земли, куда входит царство минералов, растений и животных в вашем понимании. До недавнего времени в первые три сферы входило и человечество. Гегата, в свою очередь, занимается развитием второй триады – четвертой, пятой, шестой сфер. Поэтому Гегата, так напоминает вам мать-землю, так и должно быть, потому что Гегата и Гая – родные сестры. Вы, как раса будущих богов-творцов, прямо сейчас рождаетесь на свет четвертой мерности из темноты и защищенности третьей. Что это означает? Вы в буквальном смысле появляетесь из тьмы на свет. Мы же говорили раньше о том, с какими новыми характеристиками вам предстоит иметь дело. Свет далеко не так уютен, как тьма. Что же делало тьму такой уютной? О, у вас есть сравнения, дорогие, в особенности у тех из вас, кто имел дело с рождением младенцев. Вспомните, что делали акушеры и няни, чтобы успокоить кричащего малыша. Они прекрасно знали, почему он так кричит, потому что чувство защищенности, которое давало теснота материнской утробы, внезапно исчезло. Маленькое существо, только что появившееся на свет, испугалось. И не на шутку. Испугалось свободы. Вряд ли кто-то из вас помнит это чувство, потому что оно было одним из самых первых ваших чувств при появлении на свет. И внимательные, опытные акушеры плотно пеленали вас, и вы тут же засыпали. Вы успокаивались, почувствовав привычное и приятное давление. Поэтому вы так любите крепкие объятия. Давление необходимо, чтобы вырастить кристаллы. Как вы думаете, что или кто обеспечивал необходимое давление в первых трех сферах развития жизни? Некоторые из вас догадались? Это темная часть Абсолюта. И она нераздельно связана со светлой. Что же касается темных существ, которых многие из вас так боятся, то мы расскажем вам то, что вам необходимо о них знать. Темная система – это функциональная часть божественного целого. Большинство из них можно назвать, выражаясь вашим современным компьютерным языком, ботами. Это очень сложные конструкции, некоторые из которых способны самосознаваться до определенной степени. Они выполняют порученные им задачи, и они очень прилежны в их выполнении, очень креативны и трудолюбивы. Их задача заключается в оказании всех возможных вариантов давления. И это необходимая служба в системе мироздания, так как без давления любая субстанция разлетится в стороны и никогда не соберется воедино. В услугах темной стороны в следующей сфере уже не будет нужды. Отчасти потому, что для темной стороны в четвертой сфере неподходящие вибрации. Им пришлось бы плыть против очень сильного течения, выражаясь вашим языком. Это быстро истощило бы их ресурсы. Следовательно, их нужно чем-то заменить. Если бы вы были Творцом, то чем бы вы их заменили? Вы проходите сейчас через процесс рождения. Вы называете это Великим Переходом. Это так и есть. И это переход из первой триады сфер развития во вторую триаду. Гегата ожидала вашего появления на свет, как заботливая акушерка, подготовив все необходимое. Ваша мать Гая делала все, что могла, чтобы вы появились на свет здоровыми и полноценными божественными детьми. Но, к сожалению, здоровыми и полноценными появляются на свет далеко не все. Гая это знала и согласилась на это. Она знала, что может рассчитывать на помощь свыше. Это вызов, который содержит в себе также и удивительный потенциал. Что вы делаете в вашем цивилизованном сообществе с детьми, которые рождаются неполноценными или недоношенными? Вы окружаете их заботой вдвойне, а то и втройне. Вы делаете все, чтобы недоношенные дети все-таки имели все шансы вырасти здоровыми людьми. Есть еще один факт, который известен вашим медикам о детях, рожденных с дефицитами внутриутробного развития. Большинство из них обладают очень сильной волей к жизни. Они учатся преодолевать громадные препятствия, начиная с самого своего рождения. Это стимулирует волю, так как у них нет того, что есть у здоровых детей. Условно говоря, у здоровых детей нет причины искать источники энергии и дополнительные резервы для преодоления дискомфортных состояний. Что это означает для вас? В четвертой сфере развития фактор привычного для вас давления значительно ослабнет. Творцам необходима свобода творчества. Это закономерно. Но вы не привыкли к свободе, и она может очень сильно вас испугать. Представьте себе, что висите в космическом пространстве, бесконечном, холодном и пустом. Вам не за что ухватиться. Это пугает. В межзвездном пространстве отсутствует давление. И вы знаете, что произойдет с биологическим телом, попади оно в такие условия. Вам необходимо давление. И единственный фактор, способный обеспечить достаточное давление в четвертой сфере и выше, это воля. И тут мы возвращаемся к той самой воле, к жизни, которая есть у недоношенных детей. Неблагоприятные условия первой триады сфер развития, в которой вы вынуждены оказались, могут стать весьма полезными в дальнейшем. Гигата была с вами с самого начала. Она сопровождала вас весь путь внутриутробного развития, и сейчас она встречает вас на пороге новой мерности. Гигата и Гая, как матери вашего мира, обратились за помощью в строительную службу к великим зодчим, потому что их новым детям нужны новые особые условия для роста и развития. Вселенная предусматривает такие случаи, но без участия матерей мира вмешательство строительной службы напрямую в системы низших мерностей невозможно. Вы могли бы сравнить это с подключением атомной электростанции к детскому саду напрямую без инверторов, трансформаторов и предохранителей. Матери среди вас знают, что никогда не перестанут заботиться о своих детях. Разумеется, у вас есть множество других воспитателей, учителей, преподавателей, и их заслуги невозможно переоценить. И та, которая принимает вас на руки в момент вашего рождения, тоже одна. Они никогда не покинут вас, хотя и могут отойти в сторону, уступая место другим учителям. Сегодня мы поговорим о некоторых процессах, которые были активированы на данном этапе перехода. Вы будете все чаще замечать странные вещи, которых раньше не было. Одна из таких вещей – это спонтанный ченнелинг. Дорогие наши, система обновляет инфраструктуру, контакты зачищаются, и провода начинают лучше проводить ток. Так что не удивляйтесь, что вы начинаете нас слышать. Это закономерно, и вы знали, что так будет. Мы приведем вам пример с испорченным телефоном. Представьте себе, что у вас есть телефон, при помощи которого вы раньше могли каждый день звонить домой и говорить со своей любимой семьей. Но в какой-то момент вы стали замечать, что сигнал прерывается, появляются посторонние шумы, и разговаривать с семьей становится все труднее и труднее. В конце концов, связь нарушилась окончательно, и многие из вас смирились с этим, а потом вовсе забыли. Кто-то выбросил свой телефон, потому что решил, что он испорчен и не подлежит ремонту. Кто-то другой забросил свой телефон на чердак. Но есть среди вас и такие дорогие наши, кто не выбрасывает свой телефон, потому что у вас хорошая память. И этот старый телефонный аппарат напоминает вам каждый день о вашей дорогой семье и доме. И вы никогда не прекращаете попытки дозвониться до нас. Никогда. Те, кто хранит дорогой волшебный телефон и каждый день набирает наш номер, многие из них, вы называете их контактерами. Они вовсе не избранные или уникальные. Эта способность есть у всех живых существ. Контактеры находятся на переднем плане, и многие из вас, и многие из вас с нетерпением ждут новых текстов, записанных этими связистами, чтобы утолить свой интерес или получить нужные и важные сведения для применения в повседневной жизни. Наш совет, не ждите, лучше достаньте свой телефон с чердака и вытрите с него пыль. Вполне возможно, что он все еще работает, и вы услышите голоса. Вы услышите наши голоса и удивитесь, что помех становится меньше, система обновляет свою инфраструктуру, дорогие. Вас смучает какой-то вопрос, а у контактеров нет времени на него отвечать. Не беда, потому что у каждого из вас есть волшебный телефон. Наши голоса становятся четче и громче для вас. Время пришло, и мы не можем сдержать слезы радости, когда мы ощущаем, что вы нас слышите. В вашей голове будет возникать текст сам по себе, иной раз звонок из дома разбудит вас среди ночи, приветствуйте его. Сначала это будет небольшое предложение или четкие картины. Постарайтесь уделить внимание информации, содержащейся в них. Это то, чего вы ожидали, и это необходимо, так что привыкайте к звонящему телефону. И раз уж мы заговорили о проводах, то необходимо упомянуть еще один, самый важный. Это вода. Видите ли, ваш мир далеко не первый, который попал в ситуацию экологической катастрофы, тотального загрязнения и искажения конструктивных паттернов. И ваш мир, благодаря удивительно мудрому и заботливому существу Гайи, имеет отличные шансы выйти победителем из этой ситуации. Если бы вам пришлось решать эту задачу, как планетарному духу, то как бы вы поступили? Вам известно, что если написать на бутылке с водой «Я тебя люблю», то вода запомнит прекрасную вибрацию этих слов и передаст ее любимому, кто будет с ней взаимодействовать. А теперь поднимитесь чуть выше, в своей перспективе, и вы увидите, что живете на очень большой и прекрасной бутылке с водой. Вы начинаете понимать? Мы, как строительная служба Абсолюта, предусмотрели эту возможность изначально. Вода – это основа вашего существования, как человеческих существ, и самое первое живое существо, которое согласилось сотрудничать с Великим Духом по имени Гая, чтобы сыграть вместе с ней в игру под названием «Найди Бога». Вы спрашиваете, как быть в условиях загрязнения воздуха, воды, почвы? Как вырастить себе еду, чтобы ею не отравиться? Куда переехать, чтобы спрятаться от ядовитых распылений? Дорогие наши, бежать некуда. Зараженные грунтовые воды разносят ядовитые вещества по всей планете. Это всего лишь вопрос времени. Зеленая наклейка на овощах или фруктах вовсе не означает, что они безопасны для вашего здоровья. Но решение есть, и оно удивительно просто. Позаботьтесь о воде. Благословите воду в бутылке или в колодце, в море или в дождевых облаках. Глядя в голубое небо или в небо любого другого цвета, не проклинайте тех, кто оставляет в нем химикаты. Вместо этого скажите тем ангелам, которые, как вам нравится думать, живут на небе, что вы их любите. Пошлите в небо свою любовь, и дождь вернет вам эту любовь в форме благословенной воды. Вы способны творить чудеса. Вам только нужно самим в это поверить. Вселенная смотрит на вас, затаив дыхание. Точно так же, как заботливые родители смотрят на малыша, готовящегося сделать свой первый настоящий шаг. Для того, чтобы исцелить мир, надо перепрограммировать его воду. Это так просто, не правда ли? Попробуйте. Начните прямо у себя дома. Гораздо быстрее проращивать семена для еды, используя благословенную воду, чем очистить от химикатов и деструктивной информации взрослые растения или плоды. Решение ваших проблем гораздо ближе, чем вам кажется. Не нужно брать в руки оружие. Не нужно отвергать правительство. Устраивать революции с множеством жертв. Не нужно убегать далеко в горы, чтобы спрятаться там от происходящих процессов. Разумеется, вы можете организовать сообщество, следуя новым правилам существования, но это на данном этапе очень непростая задача. Мы сейчас объясним почему. Подавляющее большинство из вас, даже тех, кто считает себя эзотериками и пробужденными, еще не избавились от деструктивных контуров. Эти контуры будут преградой на пути к построению сообществ четвертой сферы развития. Вы еще недостаточно очистились, чтобы построить здоровое общество. У вас еще слишком много разрушительных и хаотических энергий. Наш совет вам – начните с благословения воды, прямо там, где вы находитесь. Это прекрасная работа, важность которой невозможно переоценить. Это значительно ускорит ваше вознесение и сделает его комфортным и приятным процессом. Те существа, которые пытаются его замедлить, не смогут более навредить вам, когда вы вспомните о своем могуществе. У них нет никакой возможности, кроме как напустить на вас густой и непроглядный туман иллюзий. Но растущее сознание подобно лучу лазера, рядом с которым не способен удержаться никакой иллюзорный туман. Благодарю за прекрасную информацию, дорогая Гегата и великие зодчие. Лея Лемберг Лея Лемберг Лея Лемберг Лея Лемберг Лея Лемберг Лея Лемберг Лея Лемберг